Игнать Тихонович, я вам сегодня неправильный вопрос-то задал. Вот хочу переспросить. Да. Вот церквей, когда с 1 по 4 век, они же у нас рушились, да, православные церкви-то? Когда они образовывались-то? Ну, таких храмов там, может, не везде было. Пособирались-то по домам. А вот так вот, когда храмы, ну, когда они отходили, там, в 6-7 век, когда отходили? Ну, а там уже гонений-то таких и не было. Никакого счета нету. Я сказал, когда советская власть началась в 17-м году, сколько они порушили храмов? 57 тысяч и 1250 монастырей. Ага, все, понял. Вот у меня еще тут вопрос будет такой. Рог, это же, оно с Африки же пришло. И вот это все оккультное язычество же, да, получается? Ну, Господь вразумляет людей, посылает болезни, страдания, войны, землетрясения, чтобы человека вразумить. Это, я вот вчера был, это, тоже в церковь ходил. Вот именно вы, как мне сказали, оглашенные зайдите. Я так и стоял целую неделю. Вот в среду тоже пойду. Ну, правильно, раз ты как к крещению готовишься, не к крещению, так и должно быть. Я вчера с матушкой сидел, ну, говорил вот на такие темы тут, насчет церкви, ну, чтобы у нас занятия проводить. У нас же там детская только православная школа-то есть. Туда только дети ходят. А я вот спросил, ну, как вообще, можно же нам, ну, там, взрослым собираться, два-три человека хотя бы вот так вот собираться, сидеть, учить? У нас собирается, через каждые два часа собираемся. В один день только у нас пять-семь собраний. Каждый день. Да, я присутствую. В это время настраиваешься уже, другая волна идет. Да, я почувствовал это за неделю, почувствовал очень сильно. Поменялось. Да. А вот так вот, ну, у нас же можно же так же. Я у нее спросил, можно ли, она, да, сказала, только, ну, батюшка. А я вот так вот спросил, а если батюшка, ну, с разрешением батюшки, чтобы доверить... Ну, хорошо, хорошо, скажи. Вариант один, он разрешает и ходит, и сам ведет собрание. Но он, если на это не пойдет, что, запечатал двери в рай? Дальше, значит, это уже не батюшка, а волк во вещи шкуре. Делайте сами. Не смотрите ни на кого. Позвать надо, сказать надо, но если он стоит на пути, значит, обойти, перепрыгнуть. Ему право не дано такое, чтобы дверь. Ключи от ады ему не даны. И матушка тоже, ну, она тоже, ну, как она, ну, она тоже захотела. Ну, вот собирайте к нам, заходите к нам, вам, можете собирать, отдельно не надо, отдельно. Вы хотите собираться, чтобы сидеть натурально или по интернету? Ну, натурально там после этого. Ну, все, собирайте, найдите помещение, к себе домой пригласите или где. А в церкви, прямо в церкви. Ну, в церкви никак не будет, потому что там в церкви нет. Это надо какое-то помещение отдельное. У нас там есть помещение. Ну, тем более хорошо, хорошо. Вообще, ну, там детская школа проводит. Хорошо. И вот так вот, ну, у вас просить, как поинтересоваться-то? Лучше мы... Мы вот как берем трехтомник Нового Завета с толкованием «Начинай Евангелие от Матфея». Перекачивайте от нас, берите и все, или выпишите, книги получите. У меня есть, у меня есть все, я же вас покупал. Ну, вот и все, тем более, покажи ему. Показать покажи, но не отдавай в руки, потому что они коварно поступают. Бывает, то сожгут, то еще что они, хулиганье. Я вот что подумал, может, матушке-то мне ваши ресурсы дать, чтобы она посмотрела? Ну, отдай, почему нет? У нас же все открыто. Она побудет на молитве один-другой раз, она увидит, что все по-православному идет. Строгая дисциплина у нас, что попало, тут не скажешь. Правила определенные существуют. Слушайте, а вот смотрите, это всегда надо каждый праздник, в каждое богослужение приходить, да, на оглашение? Ну, а душа твоя подсказывает как, надо идти или нет? Да. Ну, ну, ты сам себя спроси свою душу, где-то ты дома будешь ходить где-то? Или в храме с народом Божьим, где ангелы воспевают, как Златоуз говорит? Я вот, кстати, походил, вот первый раз, первый день на оглашении, когда стоял. Там, знаете, так прямо на душе легко прямо стало, как будто это надо было. А у вас книга есть к истину православию? Да, да, есть. Ну, все там, готовься, по порядку, всю книгу считай, запоминай, сколько сможешь, выписывай. Я 40 лет с этой книгой готовился, материал собирал. Такой книги больше нигде вы не найдете, нету. Иван Игнатий Тихонович, до свидания. Да. Еще позвоню вам. Ну, только через неделю, не раньше. Я очень занят, и поэтому не каждый день, а через неделю. Но отошел, все, с Богом. Все, да. Иван Игнатий Тихонович, до свидания.